Быстромгель инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения, химико-фармацевтический комбинат Акрихин, АО, Россия, КОТЭТИКС, М02Е10, активная вещество Кетопрофин, лекарственная форма, Быстромгель, форма выпуска, упаковка и состав препарата Быстромгель. Гель для наружного применения бесцветный, почти прозрачный, со специфическим запахом, допускается наличие аполисценции. 100 грамм Кетопрофин, о пересчете 100% вещество, 2-5 грамм вспомогательные вещества, этанол, спирт этиловый, ректификованный карбомер 940 или 980, трометамол, метилпарогидроксибензоат, непоген, лаванды, масло, апельсина, цветков масла, неролиевое масло, вода очищенная. 30 грамм Тубы алюминиевые 1, пачки картонные. 50 грамм Тубы алюминиевые 1, пачки картонные. 100 грамм Тубы алюминиевые 1, пачки картонные. Клиника фармакологическая группа. ИНПВС для наружного применения фармакотерапевтическая группа. ИНПВП фармакологическое действие. Кетопрофин является одним из наиболее эффективных ингибиторов ЦОК. Он также ингибирует активность липооксигеноза и брадикинина. Стабилизирует лизосомальные мембраны и препятствует в освобождению ферментов, задействованных в воспалительном процессе. Основными свойствами кетопрофена являются анальгизирующие, противовоспалительные и противоотечные действия. При болях в спине и при повреждении связок обезболивающие действия кетопрофена проявляется через 15-30 минут после нанесения геля. Кетопрофен не оказывает отрицательного влияния на состояние суставного хряща. Показания к применению симптоматической терапии уменьшения болей воспаления на момент использования на прогрессирование заболеваний не влияют при В следующих состояниях боли в суставах при реактивном артрите, синдром ретера, боли в спине и суставах при остеоартрозе. Различные локализации, воспаления и отечность мягких тканей суставов при переартрите, тиндзините, бурсите, боль в мышцах, мелгия. Невралгия, боли в спине при радикулите, воспалении и отечность мягких тканей суставов, боли при травмах опорно-двигательного аппарата, в ТЭД. Часть спортивные, ушибах мышцы связок, растяжении связок, разрывах связок и сухожилий мышц. Способ применения дозы для наружного применения. Небольшое количество геля, 3-5 см, наносит тонким слоем на кожу воспаленного или болезненного участка тела 1-2 раза, суп осторожно втирают. Дозу следует подбирать в соответствии с площадью пораженного участка 5 см геля, соответствует 100 мг китопрофена, 10 см – 200 мг китопрофена. Максимальная доза китопрофена составляет 200 мг, суд. Окклюзионная повязка не рекомендуется. Не применять без консультации врача более 14 дней. Если пациент забыл нанести гель, следует нанести его в то время, когда должна быть нанесена следующая доза, но не удваивать ее. Противопоказания к применению. Повышенная чувствительность к китопрофену или другим компонентам препарата, а также к салицилатам, теопрофеновой кислоте или другим. НПВП, фенофибрату, кожная аллергия в анамнезе на солнце, защитные средства и парфюмерию, полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимость ацетилсалициловой кислоты или других НПВП, в Т. Ч. В анамнезе, 3 триместр беременности, детский возраст до 15 лет, нарушение целостности кожных покровов в области нанесения геля, экзема, акне, мукнущий дерматит, открытая или инфицированная рана, реакции фоточувствительности в анамнезе, воздействие солнечного света, в Т. Часть непрямые солнечные лучи и ОФ облучение в солярии на протяжении всего периода лечения и еще 2 недель после прекращения лечения препаратом с осторожностью, нарушение функции печени или почек, эрозивно-язвенное поражение ЖКТ, заболевание крови, бронхиальная астма, хроническая сердечная недостаточность, печеночная порфирия, обострение Применение у детей противопоказано применение препарата в детском возрасте до 6 лет Особые указания Необходимо избегать попадания геля в глаза, на кожу вокруг глаз, слизистые оболочки При появлении кожных реакций в Т. Часть развившихся при совместном применении с актокрилен содержащими препаратами следует немедленно прекратить лечение Пациенты, страдающие бронхиальной астмой в сочетании с хроническим ренитом, хроническим синуситом или полипозом носа или околоносовых Пазух имеет более высокий риск развития аллергических реакций при применении аспириной или НПВП, чем остальная часть населения Для уменьшения риска развития фоточувствительности рекомендуется защищать обработанные гелем участки и кожи одежды от воздействия УФ Облучение на протяжении всего периода лечения и еще 2 недель после прекращения применения Не следует превышать рекомендованную продолжительность лечения из-за увеличения риска развития контактного дерматита реакции фоточувствительности с течением времени Следует тщательно мыть руки после каждого нанесения препарата Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами данных об отрицательном влиянии препарата на способность Управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими концентрации внимания И быстроты психомоторных реакций нет Лекарственное взаимодействие При наружном применении китопрофена в лекарственной форме гелия возможно усиление действия препаратов, вызывающих фотосенсибилизацию Пациентам, принимающим антикогулянты кумари нового ряда, рекомендуется проводить регулярный контроль МНО Китопрофен, как и другие НПВП, может снижать выведение метатриксата и способствовать увеличению его токсичности Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и влияние на их выведение не являются значимыми Субтитры создавал DimaTorzok